На Федюхиных высотах завершился Крымский военно-исторический фестиваль. На протяжении недели его гости имели возможность воочию наблюдать, как вершилась история, увидеть реконструкцию великих сражений, участвовать в мастер-классах и даже примерить на себя костюмы и военное снаряжение предыдущих эпох. Последний день был посвящен событиям Великой Отечественной, в частности, освобождению Севастополя. Подробности в сюжете Анастасии Столеник. Выстрел! Залпы орудий, треск пулеметов и взрывы. Бойцы Красной Армии и солдаты Вермахта сошлись в решающей битве за Севастополь. В яростном сражении, где участвовали и уникальные боевые машины тех лет, советские воины одержали абсолютную победу, изгнав фашистских захватчиков с Крымской земли. Тимур Черепнин сегодня капитан третьего ранга. Всем желающим реконструктор показывает оружие, с помощью которого наши предки защищали Родину. В ходе войны стало понятно, что оружие надо изготавливать быстрее, поэтому была упрощена конструкция. И гранюник стал, например, казённик стал круглым. Планка Коновалова была заменена, она была в шагах, соответственно, её перевели на метр немножко другая. Ну и мушка стала круглая, с намушником, чтобы было просто лучше видно. А вот Андрей Баукин сегодня по другую сторону линии фронта. Мужчина – патриот России, но сегодня он выступает в роли немецкого солдата. Мы хотим довести это, что бои были очень страшные. И враг был силён. Пила Гитлера, вот это вообще сурово, вот как на него идти в бой, я вообще не представляю. А наши люди шли и побеждали. Только по предварительным подсчётам за неделю фестиваль посетило около 70 тысяч человек. Среди гостей были и артековцы. Я очень рада, что мы сюда попали, потому что ощущение, вот когда была война, это всё было 4 года здесь страшно, безумно страшно идти в выстрелы. Это очень страшно, но гордость за то, что мы победили. Все эти дни участники, как могли, удивляли гостей. Тут проходили многочисленные мастер-классы и реконструкции. А завершился фестиваль «Битва эпох», когда отряды реконструкторов разных исторических периодов сошлись в условном шахматном сражении между собой. В 17 веке проходило несколько минут от выстрела до выстрела. В 18 можно было выстрелить раз в минуту. Властемущие уверены, необходимо развивать событийный туризм. И даже думают над созданием тематического парка на основе фестиваля. Анастасия Соленик, Александр Волконский. Время новостей. Севастополь.